Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в клубе путешественников магазина «Спортмарафон». Сегодня у нас лекция про Гренландию, путешествия в Гренландию. И расскажет нам об этой замечательной стране Евгений Андросов. Евгений, вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Традиционно я хочу поблагодарить «Спортмарафон» за эту замечательную площадку, которую они придумали и реализовали. Потому что сейчас, конечно, стало гораздо легче путешествовать, чем раньше, но даже сейчас возникают проблемы с информацией. И всегда очень приятно и полезно услышать это из первых рук. Это очень здорово, что есть такая площадка. Буквально пару слов о себе. Вижу здесь знакомые лица. Уже, наверное, я рассказывал о себе. Для тех, кто первый раз. Я путешествовал всю жизнь, так или иначе, занимался бизнесом, путешествовал. И последние три года делаю это на профессиональной основе. То есть я закрыл бизнес, который у меня раньше был, не имеющий отношения к путешествиям. И последнее время путешествую практически нон-стоп по всему миру, чаще всего с группами. Иногда организую некоммерческие экспедиции, в том числе делаю туры в Гренландию, в Исландию, на Камчатку и далее везде. Пожалуйста, позволение, я сяду. Так, удобнее немного. И, собственно говоря, в Гренландии я был уже несколько раз. И первый раз, когда я туда поехал, действительно была большая проблема с информацией. Я даже не мог, я планировал поход и не мог найти информации, можно ли купить там вообще газ туристический для газовых горелок. То есть не было нигде этой информации, искал на английском языке. Ну, в общем, кое-как вроде нашел, что вроде где-то можно купить, но вообще было непонятно где и как это делать. И ехал туда с большими сомнениями вообще, как это все получится. Поэтому, собственно, я пытаюсь этот пробел сейчас для вас устранить. И всячески призываю к тому, что в Гренландию не только можно поехать, но и нужно хотя бы раз в жизни увидеть эту замечательную территорию. Страной ее назвать нельзя. Ну, территория, да, территория Дании, заморская, которая, возможно, скоро станет американской территорией, как вы, наверное, все знаете. Ну, а вообще хочу начать с того, что с одной маленькой истории. Когда в этом году собирался в Гренландию, я пошел в парикмахерскую, попросил подстричь меня покороче. Ну, и девушка меня стрижет и спрашивает, в отпуск, наверное, собираетесь? Ну, я так в шутку говорю, ну, да, почти, в Гренландию. И она так затихла, потом говорит, а что это? Я понял, что есть люди, которые не знают не только, где находится Гренландия, но даже, что вообще она существует. Надеюсь, что все здесь присутствующие знают, хотя бы в общих чертах, что такое Гренландия. И теперь осталось только выяснить, собственно, как туда поехать и что там посмотреть. Поехать в Гренландию на самом деле несложно. Есть два вида, значит, путей, которыми туда люди попадают. Это по морю и по воздуху. В последнее время, кстати, это плохая новость. Турпоток в Гренландии очень сильно увеличился. И гренландские власти стали всячески ограничивать этот, пытаться ограничить поток. В том числе взвинтили цены на авиабилеты в Гренландию и по Гренландии. И если в прошлом году билеты стоили довольно адекватно, то в этом году уже цены были неадекватные. То есть комплект билетов Москва, Рик Явик, Илулисад. Нук, Копенгаген, Москва обошелся вот в этом году в 140 тысяч рублей, к сожалению. На следующий год, вот сейчас можно купить билеты за 110 тысяч. Дальше, наверное, будет еще дороже. Это вот единственная, собственно, плохая новость. Сама Гренландия относительно той же Исландии, которая славится своими высокими ценами, она не очень дорогая. То есть какие-то вещи там дешевле, чем в Исландии. Например, продукты, которые датское правительство датирует. То есть продукты в Гренландии стоят столько же, сколько в Дании, и даже дешевле за счет дотации. Хотя понятно, что довезти их туда стоит денег, и по идее они должны стоить дороже, но они стоят даже кое-что дешевле, чем в Дании. Морские экскурсии, какие-то другие виды активностей, там, в общем, тоже вполне сопоставимы с Исландией или вообще с европейскими странами. То есть само по себе пребывание в Гренландии относительно недорогое. Единственная проблема — билеты. Ну и, соответственно, морские круизы тоже есть такая тема. Но на яхтах вокруг Гренландии, но это уже достаточно дорогая история, насколько я знаю. Я не практиковал, я практиковываю дешевые варианты, походы. Вот в прошлом году, например, мы ходили в поход по Гренландии, в этом году обошлись без похода, с проживанием в гостиницах. Ну, то есть само по себе проживание, в общем, стоит не очень больших денег. Что посмотреть в Гренландии? Сейчас я перейду к слайдам. Ну, тут у меня традиционная шутка, что Гренландия — это, в первую очередь, пляжный отдых. По-моему, в прошлый раз я уже говорил об этом. У меня вторая лекция о Гренландии, сейчас я уже не буду на этом заострять внимание. Но, тем не менее, есть и такой вид активности в Гренландии. Можно купаться, можно плавать на каяках. Это вот флаг Гренландии. Это вот типичная гостиница гренландская. Я об этом буду говорить немного позже. Так вот это выглядит. Просто несколько картинок буквально. Ну, это, собственно, вот то, ради чего туда стоит ехать. Это айсберги, которых вы не увидите больше нигде в мире. То есть даже в Антарктиде, даже вокруг Антарктиды, да, все эти острова, там нет таких айсбергов, таких вот масштабных и гигантских айсбергов, как в Гренландии. И именно ради этого туда стоит поехать хотя бы раз в жизни. Вот все спрашивают, что там посмотреть. Собственно, айсберги. Ничего другого там, по большому счету, нет. Но айсберги – это то, что просто производит совершенно неизгладимое впечатление. Они огромные, они очень разные. Есть сарк, бывают айсберги с сарками. Они постоянно движутся, откалываются от ледников. И между ними вот можно плавать, да, это снято прям с воды. Между ними плавают лодки, корабли. И это само по себе очень такие ощущения, которые нигде, нигде, никогда вы не испытаете. Только ради этого стоит туда ехать. Ну и, собственно, в двух словах буквально вот Гренландия, не знаю, насколько точна эта карта, но она действительно огромная страна. Огромная территория, простите. И туристическая является, собственно, вот эта вот южная и центральная часть. Все, что севернее, вот и Арктическая Канада, да, все эти острова и Гренландия – это такое огромное ничто. То есть это огромная территория, на которой кроме льда практически нет ничего. То есть это очень хорошо для каких-то там экстремальных экспедиций, научных, да, там можно установить мировой рекорд какой-нибудь, если пройти на лыжах, там, например, через всю Гренландию. Но с точки зрения обычного туризма, такого активного, познавательного, конечно, основной частью является вот, собственно, вот эта часть. Вот обозначен город Илулисад, основной туристический центр Гренландии, куда едет, ну, наверное, процентов 70 туристов, да, и где, собственно, рождаются все вот эти айсберги в ледяном фьорде. И, собственно, вот сюда, как бы все летают рейсы, и здесь вот все туристические маршруты существуют. Ну, это вот еще одна карта, значит, собственно, вот он город Илулисад, куда стоит ехать в первую очередь. Есть еще город Кангирилусаак, и Сесимиут, это, по-моему, второй город, если не изменяет память, в Гренландии. И здесь он знаменит тем, что здесь проходит полярный круг, здесь, собственно, существует масса разных видов туров вдоль полярного круга, походы на снегоходах, на квадроциклах и так далее. И город Нук, вот я в этом году там побывал впервые, и хочу сказать, что делать там нечего для обычного туриста. Нук, это, конечно, столица, это большой город, но это именно город, там смотреть, там особо нечего. Поэтому, если будете планировать путешествие в Гренландию, Нук можно спокойно пропустить. Основным транспортом являются самолеты. Дорог в Гренландии практически нет, они есть только на территории городов, и немного выходят за город. Скажем, вот в Кангилусуаке есть 30-километровая дорога до ледяного щита Гренландии, достаточно хорошая дорога, она, конечно, не асфальтирована, но на ней можно проехать почти на любой машине, даже не внедорожной. И это, больше дорог практически в Гренландии нет. Передвигаются на вот таких самолетах, Air Greenland, единственная компания, монополист, поэтому цены там соответствующие. Самолеты, несмотря на все то, что дорого, они все новые, хорошие, летать на них приятно, и виды из них фантастические. Но стоит это денег. Например, 50-минутный перелет из города Илулисад в Кангилусуак стоит 38 тысяч рублей. У нас на нашем севере, где-нибудь на Чукотке, примерно такие же цены, вполне сопоставимые. То есть там долететь из-за надыря до любого местного аэропорта стоит дороже, чем долететь до Москвы. Поэтому, в общем-то, все это понятно. Ну и тут, тем более, еще они монополисты, и других вариантов практически нет, поэтому тут уже люди платят, и деваться некуда. Ну вот, собственно, из самолета можно увидеть такие виды. Один из этих видов — это горы на восточном побережье Гренландии. Это такой вид открывается взору, если вы летите из Исландии в Гренландию. Горы, кстати, трехтысячники, то есть они высотой 3 тысячи метров. Две тысячи находятся подо льдом, и одна тысяча возвышается надо льдом. И из рек Явика в Илулисад это единственный рейс, не трансатлантический, который осуществляется на маленьком самолете. Вот таком, как я показывал. Все остальные рейсы осуществляются в город Кангерлусуак. Кангерлусуак — это, собственно, не город, это бывшая, ну и действующая, точнее даже, американская военная база. Американцы построили там большой аэродром для своих грузовых военных самолетов и дают ее в аренду теперь гренландцам, где этот аэропорт может принимать большие самолеты из Дании, из Штатов и, собственно, наверное, и все. То есть можно долететь из Копенгагена на аэрбасе 330-м, ежедневный рейс, и из Америки летают рейсы, из США. Больше рейсов нет. Ну, плюс вот еще рейс из рек Явика на маленьком самолетике. Поэтому я обычно практикую, собственно, туры Исландия-Гренландия, когда мы летим в Исландию, путешествуем по Исландии, и затем вот как раз перелетаем в Лу-Лесад на этом маленьком самолетике, и дальше по Гренландии уже в Кангелусуак, где есть ледник Расселя. Это огромный-огромный ледник, он дальше у меня будет на фотографиях. К нему есть дорога, вот мы ходили к нему пешком в поход, и также можно там доехать на машине за не совсем адекватные деньги, можно дойти пешком. Ну, и вот в этом году слетали внук, заплатили 140 тысяч, поняли, что город, конечно, замечательный, он, конечно, очень колоритный, но лететь туда не стоит. То есть, в принципе, города Иллу-Лесад вполне достаточно для того, чтобы получить представление о Гренландии, причем полное представление. Самое то, что интересно, это айсберги, а не там. Можно жить вот, собственно, так. И вот это как раз там видно, там даже, я не знаю, видно или нет, вот написано «Арктическое командование США». Это прямо вот рядом со взлетной полосой. Мы поставили палатки в прошлом году, и там садились самолеты, в том числе военные американские самолеты. Ну, в этом есть какая-то, на самом деле, какая-то фишка, да, прямо практически на американской военной базе. Можно арендовать, в смысле, заказать отель. Это вот один из таких отелей. Выглядит он, конечно, не очень. По сути, это хостел, там двухъярусные кровати, как правило, но стоит дороже хостела, скажем так. И бронировать отели, любое жилье в Гренландии надо очень сильно заранее. А жилья там не хватает. То есть очень мало гостиниц, очень мало… Ну, вообще, вся инструктура не рассчитана на большой туристический поток. Она рассчитана на каких-то вот отдельных любителей таких, да, экстрима, которые раньше туда и ездили. Сейчас вот поток увеличивается, людей становится, туристов гораздо больше, чем было раньше. И если вы начнете бронировать отель там за месяц или за два, скорее всего, мест не будет. То есть надо за полгода бронировать, за восемь месяцев. Тогда есть шанс как бы, ну, не просто забронировать, а выбрать еще какой-то более-менее адекватный по цене вариант. Ну, и, собственно, вот эти круизы, которые ходят там из Исландии, вокруг Гренландии на яхтах, ну, насколько я знаю, это стоит довольно приличных денег. Есть еще фототуры, которые организуют российские фотографы Коржонов, Кушнерев, я там с ними неоднократно пересекался. Они тоже прилетают в Алулисад, грузятся на яхту и плывут на яхте вдоль всех этих айсбергов, вдоль всех языков ледников. Ну, тоже стоит это, на мой взгляд, каких-то не очень адекватных денег. Там 5-6 тысяч долларов стоит этот тур без билетов. Самому туда слетать можно гораздо дешевле, ну, просто несоизмеримо дешевле. Да, там уложиться в тысячу долларов, включая там еду и все на свете. Это без билетов, конечно. Ну, это вот вид. Это мы снимали апартаменты в прошлом году, и вот, собственно, вид там прям на айсберге. Жилье очень, несмотря на такой неказистый вид, оно довольно комфортное, с подогреваемым полом, с горячим душем. Вообще, надо сказать, что Гренландия, на самом деле, для меня это было просто открытие. Я думал, первый раз, когда я ехал, я думал, что там просто вообще дичь, глушь, люди пасут оленей, ничего нет. Нет, там огромные супермаркеты, там, в общем, кафе, рестораны, и, в общем, никаких проблем там купить еду или тот же газ туристический, да, там все это продается в большом количестве, ничего туда везти не надо, и стоят это, ну, как бы вполне разумные европейские деньги. Дороже, чем у нас, конечно, ну, не принципиально уж там, не очень намного. Ну, и вот, собственно, да, в прошлом году мы ходили по ходу. Чем знаменит город Иллисад? Он, собственно, находится рядом с, так называемым, айсфьордом. Айсфьорд — это фьорд, в который сползает язык ледника, и этот язык, от него откалываются айсберги, да, и они так постепенно уплывают в океан. В частности, вот, айсберг, с которым столкнулся Титаник, насколько я знаю, да, вот он именно отсюда родом, и вообще все эти основные айсберги, которые в океане плавают, они вот именно из этого фьорда, большая часть из них. Здесь, конечно, плохо видно, здесь кажется, что это просто лед, на самом деле это вот такая вот ледяная каша, в которой есть просветы воды, там иногда даже всплывают киты на этих открытых участках, ну, то есть и сам по себе вид очень шикарный. Но в палатках, конечно, жить там не очень комфортно, потому что погода слишком северная, да, то есть там может быть и 30 градусов тепла летом, но может так придавить, что, в общем, мало не покажется, да, то есть погода такая очень переменчивая, очень суровая. Ветра, дождь накрывает туманом и полностью вот ощущение конца света, там такое ощущение, что ты просто попал вообще в какую-то ледяную пустыню, холодный дождь, дикий ветер, но если хорошая погода, то все красиво и замечательно. Ну, это вот опять же картинки с прошлогодней поездки. Это вот открытая вода как раз, и мы шли, у нас был трек вдоль этого ледяного фьорда, и просто этого, в общем-то, уже достаточно. На самом деле, если у вас там нет достаточно средств для того, чтобы там плавать на яхте, да, то есть вы можете туда прилететь и пройти пешком с палатками вдоль этого фьорда, и вы получите практически все те же самые ощущения, да, что получают люди, которые платят там по 5-6 тысяч долларов за эти морские круизы. То есть там просто совершенно фантастические виды, с туманом, с рассветами, с закатами. Если на это заложить там хотя бы неделю, то вы все состояния погоды там застанете. Потому что погода меняется все время, там не то, что там дождь зарядила, неделю дождь. Он дождь, потом солнце, потом снова туман, пасмурно, какой-то вдруг совершенно фантастический закат тут же. Ну, то есть состояние природы такое очень разнообразное, очень просто фантастическое. Есть там, опять же, есть некая, она не очень развита, но тем не менее, туристическая инфраструктура, где можно поплавать на каяках, морские экскурсии, это вот один, это правда нет, это местное население плавает. Для туристов там каяки красного цвета, желтого, да, и их группами плавают, но тем не менее, это как бы удовольствие за вполне разумные деньги, но поэтому впечатления, опять же, такие поплавать между айсбергами на каяках, ну, тоже нигде такого нет в мире. Лодки, морские экскурсии, ну, вот опять же, варианты морских экскурсий, можно поплыть на большом катере, можно поплыть на маленьком катерке и между этими айсбергами плавать. стоит морская экскурсия от 5 до 50 тысяч рублей, то есть там на 3 часа выехать стоит где-то в районе 5 тысяч рублей, на весь день с обедом, с ужином, даже там ромом угощают, это там порядка 50 тысяч рублей, вас везут в диско-бэй, там есть такой район, где как раз вот стоят эти стены, ну, буквально величиной с небоскреб, а ледяные стены с 30-ти, с 50-ти этажный дом, там они бывают с арками, это вот, ну, собственно, стоит порядка 50 тысяч рублей. Но, как я уже хочу повториться, даже если у вас нет таких денег, вы можете просто пройти вдоль ледяного фьорда и получить, в общем-то, практически все то же самое, все те же самые ощущения. Ну, вот опять же, некоторые картинки, да, того, как этот выглядит айсфьорд в разных состояниях совершенно. Это как раз начало трека на вот этот город Илулисад, и от него там начинается тропа, тропа ЮНЕСКО, она, правда, небольшая, мазки там деревянные и так далее, по ней можно, ну, обычно там туристы, которые приплывают на кораблях, проходят там пару часов по этой тропе, но дальше можно идти уже без тропы, точнее, по тропе, но уже без этих деревянных мазков вдоль ледяного фьорда буквально несколько дней, по желанию. Это вот церковь знаменитая в Илулисаде, которая там есть на всех буквально фотографиях. Ну и, собственно, вот эти домики, город Илулисад. Город сам по себе очень колоритный, но вообще все, 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 все города Гренландии, они очень колоритные, любой город, в том числе и Нук, другое дело, что внуки, кроме самого города, смотреть нечего, а здесь есть еще вокруг него все. Но города очень колоритные, они цветные, и при этом это такая некая смесь Европы и российской глубинки, я бы так это назвал. То есть все очень красиво, аккуратно, но при этом может какой-нибудь там экскаватор стоять в болоте застрявший, валяются какие-нибудь бочки, еще что-нибудь. То есть вот такие смешанные чувства, но для того, чтобы посмотреть, это очень колоритно и любопытно. Кроме того, есть еще одно такое шоу, оно не всем нравится, правда, но любители животных, конечно, от этого в шоке. У всех гренландцев есть эти гренландские лайки, собаки, которых зимой используют как ездовых, и для собственных нужд, и туристов возят, и зимой они работают, а летом, когда нет снега, значит, куда их девать? Их там огромное количество. Они вокруг города, значит, на камнях, в тундре, прикованы цепями, сидят прикованы цепями, на привязи, в огромном количестве. Им там один раз в день приносят еду какую-то, ну, какие-то там, по минимуму, какие-то помои, да, там отходы, отходы, собственно, жизнедеятельности, их хозяева. И все остальное время они там сидят на привязи, потому что, ну, такое количество собак, конечно, отпускать нельзя, это просто опасно, это же огромные собаки, да, такие непредсказуемые достаточно, поэтому их держат на привязи. И они от тоски воют. И когда вы идете, вдруг слышите, приезжаете в город, идете, и слышите совершенно такие нечеловеческие какие-то такие звуки, вой какой-то. Сначала непонятно, что это такое, потом непонятно, что это воют собаки, и это происходит постоянно. То есть, если вы подходите к окраине города или выходите за город, да, по любой тропе, вы это все наблюдаете, сидящих на привязи собак, воющих, значит, лающих, рвущих эти цепи, иногда им это надоедает, они начинают рвать цепи, пытаться освободиться, да, есть там в этом, во фьорде островок, где, опять же, на островке держат этих собак, они там, поскольку он очень маленький, да, они там без, ну, не на привязи, они там свободно бегают, но это очень маленький островок, и это тоже, в общем, зрелище, когда там маленький островок, на нем сидит 50 собак, они тоже воют, и в этом году мы даже спасали там двух, которых, видимо, с этого островка смыло, смыло волной, и мы плыли на лодке, и, ну, не знаю, в километре над берегом увидели на льдине просто двух собак, была там целая спасательная операция, они были ужасно испуганы, они там сидели, видимо, уже не один день на этой льдине, они не хотели там, ну, дальше я покажу, в общем, они не могли запрыгнуть в лодку, мы их там затаскивали с риском для жизни, в общем, есть такое в Гренландии аттракцион с этими собаками, ну, это вот, опять же, это город, город, виды города, Элулисата, есть там такие машины, странные, непонятно, откуда там взявшиеся, вот, эти собаки, да, вот они сидят на привязи, вот так вот они сидят, там, какие-то чистые, какие-то в грязи, кому как повезло, да, с их жизненным пространством, ну, вот щенки, щенки бегают, без привязи их отпускают, а это вот, собственно, тех собак, которых мы спасали, это уже, ну, это опять же пошел такой подборка животного мира, арктическая леса, которая там приходила к нам, в наш палачный лагерь, зайцы, ну, в общем-то, где-то от 30 до 50, то есть вся Гренландия покрыта ледяным щитом, как вы, наверное, знаете, да, но от 30 до 50 километров между морем и, собственно, ледяным щитом, это, это тундра, и на, и вот на эти территории водится довольно много всяких животных, утки какие-то, гуси, ну, вообще, вообще птицы разные, зайцы, овцы, быки, это вот один из, из таких видов, вот вдали виден, вот это, ледовый щит, ну, собственно, это ледник, да, который покрывает большую часть Гренландии, это вот к нему, ведет та самая дорога, о которой я говорил, по которой можно, которую можно доехать, на машине, мы вот по этой дороге шли пешком, но при этом, несмотря на то, что в Гренландии, вроде как, лед, и огромное количество воды, да, содержится, была просто очень большая проблема с питьевой водой, потому что вот эти, ну, ручьев, никаких родников, ручьев рек не было, а вот эти озера, они, в них вода была жутко грязная, и если вы соберетесь, сидите в поход, вы это просто имеете в виду, да, что воду, скорее всего, лучше всего надо нести с собой, либо брать какие-то фильтры, да, обеззараживатели, чтобы, потому что вот вода была просто жутко грязная, пока мы не дошли до льда, и не могли там уже, собственно, лед отколоть, и его топить, другой воды, вот как раз на этой территории, там нет, ну и это, вот уже вблизи этого ледяного щита, кстати, вот, да, вот эта вся территория, вот вся, по сути, вот эта территория, это, это, здесь совсем недавно еще был вот этот вот ледник, здесь мы шли, и были буквально, ну, вот, камни были спрессованы, как будто это брусчатка в городе, то есть было ощущение, что их вот прям катком укатывали, да, на самом деле это просто вот, они были спрессованы под весом льда, а потом этот лед растаял очень быстро, в последние годы, и ледник отошел, и этот процесс продолжается, очень-очень быстро, да, и хотя в Гренландии, конечно, там льда еще огромное количество, и надолго хватит, но, тем не менее, процесс отойдет, и очень быстро идет, и это прям заметно невооруженным глазом, там, ну, это вот, собственно, река, которая из этого ледника течет, она очень грязная, пить воду из нее нельзя, это вот дорога и поход, это ледник Расселя, это, собственно, точка нашего прошлогоднего, туда, куда, собственно, шли 30 километров, дошли, и вот эта вот стена, она высотой около 60 метров, вот этот ледник, на фотографии, наверное, все-таки это, фотографии не передает этих масштабов, но, и плюс мы еще достаточно далеко от нее находимся, если подходите ближе, это, конечно, просто, ну, это очень грандиозное зрелище, на самом деле, и вот то, что ледник тает, вот пока мы были, там были около суток, произошло 4 очень больших обрушения, прям у нас на глазах, вот одно из этих обрушений, да, когда просто вот эта стена стоит, стоит, и вдруг обрушивается, такой, представляете, вот там, не знаю, там 30-этажный дом, рушится у вас на глазах, с жутким грохотом, ощущение, что там взорвалась ядерная бомба, да, то есть, это тоже вот само по себе, это обрушение, очень, очень зрелище такое, которое незабываемое, и вот за сутки было 4 таких обрушения, раньше говорят, что люди там неделями ждали, чтобы увидеть это, да, сейчас вот это прям рушится на глазах, ледник разрушается, вот еще, опять же, еще, еще тоже результаты одного из этих разрушений, поэтому подходить, конечно, к этой стене очень опасно, там постоянно рушится, рушится, ну вот, собственно, один из видов, это тоже было совершенно потрясающее зрелище, образовалось в леднике арка, которая просуществовала буквально сутки, и у нас на глазах она разрушилась, то есть, мы ее пришли, мы пофотографировали, когда стали уходить, она обрушилась, ну, то есть, так, сейчас, секундочку, пролистал, еще некоторые виды, это вот, собственно, самый край тоже ледника, дальше вот этот лед, лед, лед на тысячи километров, а это граница, собственно, земли и льда, ну, и вот, там, где льда нет, там существует какая-то природа, тундровая, гуси, лебеди и прочая всякая живность, так, это уже, это отдельная история, значит, это у нас теперь уже такая, у меня уже такая традиция, прошу прощения за свой голый вид, но я вроде там обернулся полотенцем, традиция, услышал такую фишку, не мог ее не повторить, значит, этому льду 100 тысяч лет, и вот, представляете, вы берете, наливаете в бокал виски, ну, или что-то другое, да, откалываете туда лед, которому 100 тысяч лет, и пьете, то есть, это, конечно, не ради питья, а ради некого такого фана, но вот, каждый год мы теперь делаем, привозим виски, откалываем лед, делаем глоток, как бы, и отмечаем таким образом свое прибытие, так, а это, собственно, кусочек видео, я, к сожалению, не успел его смонтировать, вообще, сегодня должна была быть лекция о Камчатке, Камчатке я сделал видео, а потом я узнал, что ее заменили на Гренландию, Камчатка будет 28 сентября, и только, поскольку я только вчера вернулся из очередной поездки, за сегодня я не успел смонтировать, я просто взял, пару фрагментов, ну, просто для того, чтобы было представление, да, о том, как это все выглядит, съемки с коптера, просто сырые файлы, не монтированные, да, и, ну, можно, да, немножко поглушить звук, я не знаю, видели ли вы где-нибудь подобное, если видели, скажите, я туда обязательно съезжу, но вот я нигде, кроме Гренландии, такого не видел, все тут немножко, это вот птицы там плавают, туда летают, все такое немножко дерганное, прошу прощения за качество, да, номер вот еще, опять, ну, вот еще, немного практической информации, но я частично ее выдавал, по ценам, по билетам, о визе, в Гренландию, визу получить, в Гренландию нужно получать отдельную визу, гренландскую, в консульстве Дании, получается она довольно легко, несмотря на то, что там надо заполнять такую же анкету, как на Шенген, но визу дают всем практически отказов, я не слышал про то, чтобы кому-то отказали в этой визе, и в принципе можно лететь вот через Рикьявик, можно лететь через Копенгаген, если вы летите через Копенгаген, вы просто подаете в консульство, получаете там датский Шенген, и если у вас нет Шенгена открытого, да, и сразу же одновременно и гренландскую визу, стоит там порядка 3000 консульский сбор, и, в общем, получить ее легко. По билетам, билеты покупать надо заранее, билеты дорогие, к сожалению, да, но вот других вариантов нет. По гостиницам тоже, соответственно, нужно бронировать заранее, можно жить в палатках, без гостиниц. Не знаю, наверное, может быть, что-то забыл, но если вы зададите вопросы, я отвечу с удовольствием. Только вопрос. Я понимаю, что бронные разрешены, никаких специальных разрешений не нужно. Специальных разрешений не нужно. Единственное, что вот в Элу-Лесате я долго не мог снимать, потому что там аэропорт, и, собственно, прямо над городом, пролетают самолеты, и дрон отказывается летать, говорит, что здесь летать нельзя, здесь запрещено. То есть, как бы, в городе, и рядом с ним снимать не получается из аэропорта. Но если отойти подальше вдоль фьорда, вот подальше вдоль фьорда отошел, и там уже все нормально, никаких проблем нет. Никаких специальных разрешений не нужно, людей там очень мало, и только возле аэропорта нельзя. А водоснодушение в городе как ходит? А что в прошлом случае нет? Ну, как воду получают в городе? Ну, в городе, я так понимаю, что у них скважины, в городе проблем с водой нет. И скрана течет, и горячая, холодная вода без ограничений, и все нормально. То есть, в самом городе, да, там скважины просто у них в городах. Но если идти в поход, да, там воды практически нет. То есть, то, что есть, оно все очень грязное. И реки грязные, и озера грязные. Вода практически непригодная, даже для кипячения. Сколько это не будет, когда это время ходит для поездки? Ну, лето, конечно. Конечно, лето. Зимой там тоже есть свои плюсы. Зимой там северное сияние, и, вот, собственно, катание на собаках на этих, да. Зимой есть некие... Свои, скажем так, развлечения, да. Но в основном, конечно, все летом. Зимой там холодно. Если ты так понимаешь, то, конечно, июля туда там. Ну, почему? Вот в этом году мы были в начале июня. В принципе, тоже уже лето нормально. То есть, никаких проблем с этим нет. Я был там и в июне, и в июле, и в августе. И, в общем, примерно, погода примерно одинаковая все время. Это единственное, что в июне еще плюс белые ночи, да. И, ну, то есть, там можно практически круглосуточно на те же... Плавать по морю, между этими айсбергами. То есть, туристический сезон там круглогодичный? Ну, на стоимость билета это никак не влияет. Билеты вообще... Вообще на билеты в Гренландии, по Гренландии не бывает ни скидок, ни распродаж, никаких акций. То есть, они всегда стоят одинаково дорого. К сожалению. А в каких пределах? Ну, вот, в прошлом году, в прошлом году комплект билетов Москва, Рик, Явик, Лулисад, Кангелусак, Копенгаген, Москва, вот весь этот круг, включая Исландию, он, я помню, купил, стоил 85 тысяч. В этом году этот же комплект билетов, плюс, правда, еще внук залетели, стоил 145 тысяч. То есть, в этом году они цены взвинтили, я узнавал и говорят, что это вроде как сознательно делается для ограничения турпотока. Туристов стало слишком много, и местное население не очень это приветствует. То есть, они просто не привыкли еще, они не просекли фишку, что на этом можно зарабатывать. Они просто воспринимают туристов как некие чужеродные элементы, которые им мешают жить. Да, экскурсии есть, морские экскурсии к айсбергам, между айсбергами, есть экскурсии отдельно посвященные китам, есть катание на каяках, опять же, самостоятельно, но с группой. И есть экскурсии наземные к ледяному щиту, возят на машинах, на квадроциклах, зимой на снегоходах и на собачьих упряжках. Ну и плюс зимой еще делают туры специальные на полярное сияние смотреть. Хотя, мне кажется, на полярное сияние есть гораздо ближе места и гораздо проще и дешевле, чем в Гренландию ради этого ехать. Местное население занимается частично рыбной ловлей, китовый промысел, рыбная ловля. Плюс, я так понимаю, что они получают очень неплохие дотации от Дании. Недавно в связи с желанием Трампа купить Гренландию прозвучала цифра 800 миллионов долларов в год, Дания датирует. Поэтому они там, они в принципе живут очень, то есть это инуиты, это северные народы, так же как у нас там ненцы, вены, но они живут намного богаче, чем наш северный народ. Они ездят на дорогих машинах, на джипах и промышляют там охотой. То есть я видел, как там у них олень лежит убитый, например, в кузове пикапа, там он приехал, подстрелил оленя, привез. Так там нет сейчас никакой добычи полезных ископаемых, нет производств, есть только само обслуживание себя, какой-то сервис и плюс рыбная ловля, ну и туризм частично, вот сейчас туризм развивается, все-таки какая-то часть населения работает на туристов. А можно вопрос, сколько дней поход закладывать? Ну, походу, если из Кангирилусуака, из аэропорта до ледяного щита 30 километров. В одну сторону? В одну сторону, да, туда-сюда, но в принципе мы, по-моему, сходили в прошлом году за 5 дней туда-обратно, включая то, что мы там, по-моему, еще сутки возле него жили и гуляли вокруг него. То есть сама по себе дорога не очень интересная, то есть она такая, ну, то есть природы там вокруг нет, да, то есть там тундра, но вот то, что вы туда доходите, там, конечно, все очень впечатляет. А связь как там? Связь, ну, в городах мобильная связь, а так там дальше, когда вы от горов отходите, естественно, связи нет. Только спутниковая, если… В городах работает мобильная связь, есть Wi-Fi, но, правда, Wi-Fi весь платный в Гренландии. В Гренландии нет бесплатного Wi-Fi нигде. Даже если вы платите за гостиницу, вы еще платите отдельно за Wi-Fi. Или там в кафе идете и платите, или в гостинице доплачиваете за Wi-Fi. То есть у них, ну, как бы, я так понимаю, спутниковые каналы, они дорогие, поэтому бесплатно он нигде не предоставляется. А из ЛОВСА-то есть какие-то походы, тоже какие-то пешие маршруты? Ну, вот вдоль ледяного щита, ой, вдоль Айсфьорда. Там, ну, там тоже порядка 30 километров, порядка 30 километров можно идти. В одну сторону? Да. В ЛОВСА-то летом там плюс 30? Нет, летом может быть плюс 30. Вот в прошлом году мы шли, когда у нас был поход, может быть, вы видели, да, там люди в шортах были. Было жарко. Ну, не 30, но градусов 25 точно было. И это было совершенно неожиданно, да, потому что, когда мы были в ЛОВСАТе, в ЛОВСАТе было около нуля. Был жуткий холод, ветер, да, потом мы перелетели в Кангилсуак, который там ненамного южнее, и там была просто жара буквально. Мы там сгорели даже неожиданно. А зимой там, ну, как бы вот в прибрежных районах климат достаточно мягкий, то есть там нет больших морозов за счет того, что все-таки это море, да, и там Гольфстрим не очень далеко где-то проходит. Там, ну, градусов 20 мороза может быть. Если углубляться дальше, там, конечно, уже и 60, может быть, на этом ледяном щите в глубине Гренландии. А вот ветер, это глядно, а из-за чего? Ну, они, это же все из ледника, они, видимо, почва такая, я так понимаю, что, да, очень такая почва, которая размывается, да, и, да? Нет, нет, не из-за человека, да. Ну, многие горные реки, да, если вот особенно идет интенсивное таяние, ну, даже у нас в горах, там, где-нибудь на Кавказе, да, бывают они, бывают грязные, с песком, с вестью, там они практически все такие. То есть вот чистых рек я там не встречал. Они все почему-то очень-очень мутные, очень грязные. А где именно с Дереком можно петров увидеть? Вот в Луисате. Ну, возможно, и в других местах тоже. Но, вот, например, внуки я даже не видел экскурсии, да, которые предлагались бы китовых специальные экскурсии. В Луисате есть эти экскурсии, и вот они прямо там с берега, мы их видели. Конечно, гарантии то, что вы тоже их увидите, нет никакой, да. Но это такое везение, да. Но с другой стороны, если там достаточно долго идти, я думаю, что рано или поздно вы все равно их увидите. А птиц вообще много, не много? Птиц много, птиц много, да, гуси. С дронов китов тоже проблематично, да, пастера? А? Снимать будет, с дрона китов снимать. С дронов китов, ну, мне кажется, да, это проблематично, потому что пока вы, если только вот у вас будет уже готов, да, и вот вы увидите китов, вы его запустите, может быть, успеете. А так, конечно, пока вы его там соберете, включите, запустите, я думаю, что они же тоже не будут ждать киты, пока вы к ним прилетите. Поэтому, ну, это такой процесс везения. Ну, птицы, да, птицы есть, чайки есть, ой, прошу прощения, птицы, мы видели огромные стои гусей, вот там даже у меня где-то есть на, просто огромные кадры гусей. У нас там был один охотник, он сказал, что он куда-то летал у нас на наш север, платил какие-то огромные деньги для того, чтобы там поохотиться на этих гусей, и, говорю, сдать, я там подстрелил двух гусей, и, говорит, эти гуси обошлись по цене черной икры были, а там он просто ходил и вообще, говорит, просто, это вообще, я говорю, это просто, ну, то есть человек-охотник, он не мог это выдержать, вот этого, я уже не первый раз встречаю, да, когда охотники видят дичь, они начинают сходить с ума, а у них с собой нет ружья, да. И он сказал, что там очень много этих гусей, причем они какие-то очень жирные, и на удивление, да, и их прямо какие-то огромные стаи. Вот это видео, оно снято над айсфертом, да? Да, над айсфертом, да. Ну, вот я чуть-чуть подальше отошел от города, и там появился, он, наконец, захотел взлететь, ближе-ближе не хотел в дрон взлетать, а подальше взлетел, и... А киты-косатки, касатки-то плываются? Киты, да, и касатки там есть, и киты, и большие киты, всякие разные, да. А на каяках откуда экскурсии? Тоже из Лу-Леса-то, да. А по цене? Ну, по цене тоже где-то порядка, это там в нищем, насколько я помню, ценовом сегменте находится, тоже порядка 5-6 тысяч, ну, по их понятиям это дешево. Где-то 5-6 тысяч рублей, там, за, ну, 2-3 часа там плавать. Ну, в принципе, это на самом деле, это, конечно, это, да, это не так дешево, но это реально вот такие ощущения, которые нигде больше не получите, только там. Еще такой вопрос, вы говорили, что к этому резиновому счету шли вдоль автомобильной дороги? По автомобильной дороге, по сути, да. Прямо по ней, да. Не то, что там рядом какая-то еще петля? Нет, к сожалению, там не было, да, тропы, происходилось идти по автомобильной дороге, было тепло и было пыльно. Машины там не очень часто ездят, да, но когда проезжали, они нас обдавали пылью. Ну, поскольку у нас был запланирован поход, мы шли походом, да. И ночевки тоже прям близ дороги? Да, прям близ дороги. Ну, вот возле озер ставили палатки, да, тут кипятили воду, там подольше ее кипятили, потому что она была грязная, ну, приходилось пить. Да, потому что информации не было о том, что я видел там на фотографиях озера, и я подумал, ну, отлично, озера, а вода в озерах оказалась, ну, прям такая совсем болотина, ну, прям болото-болото жуткое. А кемпингов у них нет, да? Кемпинг есть вот в Кангелусуаке, рядом с аэропортом, один-единственный кемпинг, ну, по сути, кемпинг состоит из того, что с вас берут деньги. Больше никаких других удобств там нет, да. Нет, не как в Исландии, это кемпинг, просто вы приходите, платите деньги, ставите палатку, да, и все, ничего больше нет. Ну, и, да, кран с водой есть еще, да, вот, прошу прощения, кран с водой есть, да. Да, да, больше ничего. Аренда машин? Нет, аренды машин нет, потому что нет дорог. Просто там некуда поехать на машине, ну, только по городу. Ну, по городу, да, там есть такси, такси стоит очень недешево, да, из аэропорта 4 километра 1800 рублей. Вот, да, 4 километра проехать 1800 рублей за машину. Можно пешком дойти? Мы ходили пешком, просто из аэропорта, одели рюкзаки, пошли пешком. 4 километра не так много, да. Но в этом году у меня был тур такой без палаток, группа была там из богатых людей, они не хотели жить в палатках, поэтому были гостиницы, мы ездили на такси. Арктикс, это вот та тропа, которую я показывал в начале, это тропа ЮНЕСКО, она буквально 2-3 километра. Это вот в самом начале этого айсфьорда от Олли-Лисад, она таким кругом проходит, это деревянные мазки, там, ну, такой, как бы, такая экологическая тропа. Между городами ничего не слышал, что между городами тропа. Там очень большие расстояния, на самом деле, там, не знаю, может быть, где-то есть. Может быть, есть от Кангелусуака до Сисимилт, есть такой городок, да, там вот это второе повречение, там, может быть, что-то есть, потому что он не очень далеко, а все остальные, там огромные расстояния, там просто, ну, теоретически можно там пойти пешком, конечно, вдоль побережья, там, месяц, но и установить мировой рекорд какой-нибудь, да. Но для обычного туризма это, конечно, не очень правильное решение, да. Ну, значит, я думаю, что мы официальную часть закончим, да, то есть то, что у нас идет под запись. Если будут вопросы, можете подходить, я отвечу уже в таком порядке, в обычном. Спасибо.